Я просто фанат планирования. Все дневное время в будние дни занято работой в Яндекс. Ну, планер и планер, что в этом такого? Сложно будет не всегда, прорвемся. Всем привет, это ролик о том, как вместить в 24 часа работу в Яндекс и ведение трех социальных сетей одновременно. Меня зовут Ира Панфилова, я работаю в Яндекс маркетологом и проектом. И я просто фанат планирования. Это, знаете, основной инструмент для меня, который помогает в достижении целей. А сейчас он мне помогает еще и совмещать одновременно фуллтайм работу в Яндекс и ведение социальных сетей. И при этом еще иметь время на личную жизнь, на хобби, на отдых. А как мы с вами понимаем, это реально важно. Если вы тонете в задачах, ничего не успеваете, но при этом хотите повысить свою эффективность, обязательно досмотрите этот ролик до конца. Здесь будет много практических советов и лайфхаков. И сразу же первая польза. В описании к этому видео есть ссылка на мой шаблон, как я планирую контент. Скачивай, пользуйся и делись фидбэком. Я уверена, будет полезно. Изначально, если честно, я делала эту систему чисто для себя и переносила даже такую структуру в заметки. Почему в заметки телефона? Потому что это инструмент, которым мне удобно пользоваться реально каждый день. Он всегда под рукой. И вообще, вот эта вот структура, она прям безумно мне помогает. Она снимает с меня головную боль. Что снимать, когда снимать, что выкладывать. Ну, в общем, знатно упрощает жизнь. Вообще, я когда это сделала, изначально думала, ну, планер и планер. Что в этом такого? А потом один раз у меня увидела эту систему муж и говорит, ого, нифига себе ты тут устроила. Расскажи об этом подписчикам. Я такая, реально? Он такой, да, конечно. Я такая думаю, ну, ладно, попробую. Еще немножко посомневалась и рассказала об этом в Инстаграм. И знаете, я реально получила фидбэк. Я получила фидбэк, что это суперкруто. И они возьмут это на заметку. Вот, прикладываю доказательства, если вдруг вы мне не верите. Собственно, поэтому я подумала и решила, надо оформить все это дело в Notion, зафиксировать в ролике и поделиться со всеми. Тем более, формат YouTube позволяет рассказать более подробно. Так что я здесь еще покажу свой шаблон и расскажу, как же им пользоваться. В общем, обязательно пробуйте. И я надеюсь, что вам это поможет и упростит вашу жизнь. А мы возвращаемся к теме. Как же совмещать работу в найме и ведение социальных сетей? Рассказываю. Погнали. В первую очередь, вообще вот прям первым делом, надо задать себе вопрос. Зачем мне блог? Для заработка денег? Для саморазвития? Для развития медийности? Для чего? Могут быть, на самом деле, и намного более нестандартные ответы. Например, мой был таким. Работая в найме, проектом и маркетологом, я успела реализовать очень много крутых проектов. Ну, например, я запускала стартап в России. Я развивала стартап в Израиле. Я писала с нуля маркетинговые стратегии, готовила брендбуки, готовила презентации. Вот в этом ролике я подробнее рассказывала все, что я успела поделать в найме. Посмотрите. Мне очень нравится эта работа. Это реально офигенно, все круто, но в найме над тобой всегда очень много заказчиков, руководителей, да, даже если это такая плоская структура, как в Яндекс. А это значит, что твоя идея никогда не будет в итоге реализована в ее оригинальном виде. По пути всегда заберешь кучу комментариев, кучу правок, а еще столкнешься с какими-нибудь техническими сложностями. И мне очень хотелось попробовать свои силы. Во-первых, с точки зрения, чего стою лично я, когда за мной нету мощной команды. А во-вторых, как может выглядеть реализация моей оригинальной идеи, которую никто не скорректировал по пути. И это послужило одной из причин завести блог. Скажу сразу, эксперимент был успешный. Я поняла, что у меня реально есть багаж крутых скиллов, который помогает мне теперь двигаться вперед и добиваться своих целей. Как я это поняла? Сейчас будет немного цифр. Я выросла за три месяца в 10 раз, с 300 до 3000 подписчиков. Охваты моих релсов поднялись с 1000 до 500 тысяч в максимуме. Одновременно с ростом мне удается удерживать охваты в сториз около 30% от количества подписчиков. Если вы не знаете, то это реально считается много. Помимо этого, мне удается публиковать контент 7 раз в неделю. То есть это каждый день релс и каждый день сториз. И я не выгораю, я не сливаюсь. Мне по-прежнему нравится вести блог даже в таком темпе. Возможно, у вас возникает вопрос, раз все так круто, почему же я это не сделала раньше? Но это на самом деле довольно длинная история со своими лайфхаками, как бороться со страхами. И поэтому, если вам реально это интересно, то дайте знать в комментариях, и я сниму отдельный ролик, потому что тема немаленькая. Мы определились, для чего на блог, и теперь нужно поставить цели. При этом не забывайте, что я проект, поэтому, конечно же, посоветую вам не просто подставить цели, а декомпозировать их по этапам. Сейчас покажу, как это сделала я. В первый месяц ведения блога я не ставила себе никаких задач набрать миллион подписчиков и т.д. и т.п. Моя единственная задача была адаптироваться к новой активности и научиться генерить контент. Я определила для себя, что хочу делать 7 рилс, 7 сторис в неделю, для того, чтобы скорее набить руку. И именно повышение качества и отрабатывание привычки снимать было моей целью на первый месяц ведения блога. На второй месяц, когда я уже поняла, что мне все нравится, все окей, я вроде бы как научилась и привыкла, я стала больше думать о том, как продвигаться. Я выбрала для себя приоритетом таргет и рилс и направила весь свой фокус именно туда. И только на третий-четвертый месяц я стала ставить себе такие цели, как вовлеченность подписчиков, охваты в сторис, сколько новых людей я должна набрать и т.д. Вообще, это очень-очень важно, добавлять новые задачи и новые привычки в свою жизнь постепенно. То есть, переходить к следующему этапу можно только тогда, когда вы прям уверены, что предыдущий успешно пройден. Как это понять? На самом деле, очень просто. Если вы видите, что вам намного проще стало снимать контент или делать то, что еще недавно для вас казалось суперсложным, вы меньше устаете, быстрее все реализовываете, супер, вы адаптировались, можно двигаться дальше. Но если вы чувствуете, что вы выгораете, сильно устаете, ничего не получается, значит, адаптация пока не происходит. Стоит немножечко притормозить, например, снизить количество контента, которое вы даете, или взять себе дополнительные выходные от блога. В общем, немного сбавить обороты для того, чтобы привыкнуть и потом обратно набрать скорость. Вот прям поверьте, что это будет намного эффективнее, чем постоянно кататься на волнах выгорания. Но, кстати, у меня для вас есть хорошая новость. Если генерить регулярно много контента, то со временем это становится намного проще и быстрее. Например, раньше у меня съемка и монтаж семи релсов занимало два полных дня, а сейчас, спустя четыре месяца, у меня это занимает два часа. И я серьезно, сложно будет не всегда, прорвемся. И здесь я хочу обратить внимание, что вам на старте стоит определиться, сколько контента вы готовы генерить. Как же это сделать? Очень просто. Посмотреть свой календарь. Сейчас поясню. Вам нужно выписать куда-то в список все задачи, которые у вас уже есть или будут с появлением блога. Такие, например, как съемка релсов, монтаж, написание сценария, написание старитела, публикация сториз и так далее. Когда вы выписали себе этот полный список задач, вам нужно открыть ваш календарь и посмотреть, в какие слоты в календаре влезут эти задачи. Нашли слоты, поставили туда эти задачи, поставили их на регулярной основе, чтобы каждый день на это не тратить время. Все, погнали. Сейчас, чтобы было понятнее, я расскажу на своем примере, как я это делаю. Не забывайте, что у меня все дневное время в будние дни занято работой в Яндекс, поэтому я немножко ограничена временными рамками. Значит, я сделала так. Я выделила себе в будние дни 1 час утром до работы на публикацию сториз. Туда входит еще немножко съемка, монтаж, и 1 час вечером на то, чтобы написать старител, выложить релс, написать пост и так далее. А выходные я выделяю на съемку, собственно, этих 7 релс, для того, чтобы в будние дни вообще даже не вспоминать и не думать об этой задаче. А все остальное время – работа в Яндекс, мои хобби, личное время. Кстати, лайфхак вам. Заведите заметку на телефоне, куда будете вносить все свои идеи. Это прям очень важная привычка, которую обязательно надо внедрить, потому что это будет для вас бесконечно пополняющимся бэклогом, который сильно облегчит вашу жизнь в будущем. Реально очень полезная вещь. Вот так вот выглядит у меня. Все, мы подошли к самому важному и интересному – как я храню контент для того, чтобы мне было легко, быстро и просто им пользоваться и его выкладывать. У меня есть отдельная папка, куда я выношу все записанные детально старитела. Это как раз вот тот час в календаре, когда я пишу старител. То есть я пишу его супер детально, буквально прям слово в слово, и все это у меня хранится. Зачем мне это надо? Потому что, когда у меня с вечера написано слово в слово старител, то на следующий день мне очень-очень просто его выложить. Я просто копирую текст, беру заранее подготовленную обложку, сохраняю в черновике, и потом все это публикую. Таким образом, публикация стори занимает 30 минут или час, в зависимости от того, нужно ли мне снимать что-то дополнительное. Но в любом случае не больше, и я укладываюсь в свой выделенный слот. Потом спокойно начинаю работать. Какие еще клад на отдельной папочке я завела? У меня есть отдельная папка, где я храню посты, которые я выкладываю под Reels, и наборы хэштегов, которые я тоже там выкладываю. Зачем это нужно? Во-первых, легко их оттуда брать, искать, когда я перехожу к публикации. Если я их пишу заранее, то потом мне очень легко найти для того, чтобы просто скопировать этот текст под ролик и отправить его публиковаться. Но на самом деле даже не это главное. Лучше всего это отрабатывает, если вы хотите публиковать ваш контент, например, не только в Instagram, но еще и репостить его, например, в TikTok, в шарцы или еще куда-то. Супер просто. По заголовку, по названию вы находите текст к нужному ролику, копируете его и добавляете в любую нужную вам соцсеть. Здесь, кстати, очень важно. Нужно обязательно обращать внимание на заголовках и каждую заметку называть так, чтобы вы прям с первого взгляда могли понять, о чем это. Иначе вообще смысл всего этого теряется. Ну и, конечно, я много говорю про репосты. Все готовые релсы, конечно, я храню в отдельной папке в альбомах. Получается, что у меня все вот так вот складывается, как пазл. Релс в отдельной папке, к нему есть описание, к нему есть хэштеги. Все идеально, все у меня быстро бьется. Копирую, вставляю, полетело. Занимает в рутате публикация 2 минуты, репост еще 5 минут. Супер. Когда у нас мало времени, это очень классная штука. Под обложки в сториз и под ленту у меня, конечно, тоже отдельные папки. Ну, вообще, мне кажется, вы могли бы уже догадаться, что я немножко душнила. Но это реально упрощает жизнь. В общем, попробуйте, просто попробуйте и поймете, как это круто. Ну и последнее. Если вы только начинаете и боитесь зафакапиться, забыть какую-то задачу и вообще календарь вам суперсильно не помогает, то ту-ду лист вам в помощь. Выписываем туда на день, на неделю, на месяц, как вам удобнее, все задачи, с которыми нужно поработать. Ставим галочки, радуемся тому, что мы молодцы, все сделали. У меня там в стандартном наборе на день всегда написать стриттел, опубликовать сториз, написать пост под рилс, опубликовать рилс. Остальное уже по обстоятельствам и нагрузке. Подводя итог, результат с моей точки зрения складывается зачастую от того, насколько грамотно вы умеете использовать инструменты планирования. А еще от умения постепенно увеличивать нагрузку и адаптироваться к ней. В этом году я адаптировалась к ведению инстаграм настолько, что поняла, что готова масштабироваться и завела этот ютуб-канал и еще отдельно телеграм-канал. Пока что все успеваю, реально я сама в шоке. И не забывайте, что в описании к ролику я оставила ссылку на вот этот вот свой шаблон, как я планирую и храню контент. Его можно использовать как для ведения одной социальной сети, так и для ведения нескольких. Можно вообще взять эту структуру и полностью перенести из Notion в любой другой удобный для вас инструмент. Будь то заметки на айфоне или какое-то приложение или альбомы в фотографиях. Короче, хоть на блокнотик переписывайте. Реально суть не в том, где это вести, суть в том, как это вести. Так что, если вы хотите начать вести блог или уже ведете, но просто тонете в задачах, просто must have скачать, попробовать и потом, конечно же, написать мне фидбэк. Помогло ли это вам и было ли удобно? Реально, мне будет очень приятно. Ну и вообще, я уверена, что вам пригодится. И, конечно же, подписывайтесь на меня в других социальных сетях. В Инстаграм я рассказываю больше о жизни индексоида, о Яндексе в Сербии, о своей иммиграции. В Телеграме я рассказываю больше о каких-то лайфхаках планирования, о том, как я внедряю привычки, что мне помогает. Ну и о Яндексе в Сербии, конечно, тоже. Кстати, да, живу я сейчас в Сербии и работаю отсюда. Офис Яндекса здесь тоже показываю. И спасибо всем, кто досмотрел этот ролик. Подписывайтесь и ставьте лайки, если вам понравилось. И до новых встреч!